Войну на Украине могут остановить только украинцы. Александр Ставер в военном обозрении за 16 февраля 2022 года. Но прежде чем продолжить, хочу напомнить, что ваши лайки, комментарии или репост будут продвигать не только это видео, но и весь канал в целом, невзирая на все запреты и препоны ютуба на кузни по удалению ваших комментариев. У этого канала нет монетизации, он существует только на ваши пожертвования. Только при вашем активном участии у этого канала есть будущее. Все реквизиты в описании под любым видео. Спасибо за понимание. Война, которая должна начаться на Украине, уже давно идет. Это не та гибридная война, о которой твердят СМИ Украины и Запада. Это даже не гражданская война, как утверждаем мы. Это планомерная война на уничтожение Украины. Уничтожение не просто политического строя, а именно государства как такового. Именно такая цель стоит перед Западом. Мы часто вспоминаем фразу Збигнева-Бжезинского о том, что без Украины Россия уже не сможет стать империей, прозвучавшую в статье «Преждевременное партнерство» в 1994 году. Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно. Без Украины Россия перестает быть империей, с Украиной же подкупленной, а затем и подчиненной Россия автоматически превращается в империю. Однако мы всегда рассматриваем эту фразу только с одной стороны, а именно со стороны России. Запад же прекрасно понимающий силу России и необходимость ее для западной экономики рассматривает формулу Бжезинского с другой стороны, со стороны Украины. Если уничтожить Украину, исчезает вторая составляющая формулы. Почему возвращение Крыма и прекращение войны на Донбассе всего лишь сказки для украинцев? Вы никогда не задумывались о том, почему многолетние вопли киевской власти о возвращении Крыма и украинизации Донбасса всегда вызывают одну и ту же реакцию на Западе? Поддерживаем и выражаем озабоченность. И все. Почти 8 лет одна и та же реакция и одни и те же слова. Сколько раз Россия неожиданно легко решала труднейшие экономические задачи с помощью отчего-то не соблюдающих закон западных ферм? Вообще нельзя, но если очень надо, то можно. И фермам этим все сходило с рук. Это при том, что все денежные потоки контролируются США. В принципе, пережать горло американцы способны почти любой компании. Откуда такое благородство и забота о людях в странах, бомбивших европейское государство, разрушавших Белград? Они изменились? Очеловечились? Увы, очень сомнительно. Мне кажется, дело тут совершенно в другом. Западу выгодно разрушать Украину. Именно выгодно. Для собственного бизнеса выгодно. Посмотрим на факты. Крым для Киева потерян? Это даже не обсуждается. Россия законодательно включила полуостров в свой состав и уже никто его назад не вернет. Даже разговор о возвращении Крыма для любого российского политика будет означать конец карьеры. Вопрос Крыма закрыт раз и навсегда. Донбасс вернется в состав Украины даже при выполнении Минских соглашений? Уже сегодня можно со стопроцентной уверенностью сказать, что не вернется. Более того, уже поговаривают о том, как другие регионы страны присоединятся к ЛДНР. Причем об этом говорят уже западные СМИ. Фактически мы видим еще один отвалившийся регион. Смотрим дальше. Западная Украина при изменении политического курса страны согласится жить по новым законам? Тоже сомнительно. Хотя для разрешения этого конфликта запад на всякий случай нашпиговал Украину вооружением, пригодным именно для войны в городах. Для украинского варианта современной войны. То есть западную Украину хотят в случае поражения киевских властей превратить в новый Донбасс и отделить. Таким образом мы уже имеем как минимум три, а то и четыре государства на месте Украины. Вот тут возникает другой вопрос. Почему Зеленский так часто выступает против американских заявлений о нападении? Почему украинский президент идет против тех, благодаря кому он еще у власти? Ответ прост. В новой конструкции нет места украинскому президенту, как когда-то не оказалось места для первого и последнего президента СССР. Более того, в новой конструкции нет места для современной украинской государственности. Люди просто не согласятся на тот беспредел власти, который сегодня демонстрирует Зеленский. Народ устал от диктатуры. Чтобы сломать дом, достаточно разрушить фундамент. Основой любовь государства, которая позволяет вести независимую политику, содержать современную армию, развивать науку и образование, обеспечивать медицинское обслуживание граждан и многое другое, является экономика. О том, как уничтожали промышленность, как убивали малый и средний бизнес и прочие реформы, написано много. Все это сделано и повторяться не стоит. А вот о последних действиях напомню. Для меня понятно, что экономический блок правительства Зеленского – это по большей части мелкие жулики, которые тянут все, что плохо лежит. Но даже для них это слишком. Украина имела довольно приличный запас прочности на начальном этапе революции гидности. Потому даже сегодня, когда большинство производства разрушены, экономика умудряется как-то существовать. Пусть на кредиты, но существовать. Даже экспортировать какую-никакую продукцию за рубеж. Меня поражает реакция украинцев на санкции против России. Все эти многочисленные уря, которые буквально через несколько дней превращаются в ой. Когда оказывается, что основной удар санкций по традиции больше всего вреда нанес Украине. 8 лет наступать на одни и те же грабли и все равно даже сейчас кричать «Уря!». Сколько раз за последние месяцы мы слышали заявления, просьбы, уговоры от украинского президента о новых санкциях против Москвы. Практически каждая встреча с лидерами иностранных государств, с народом Украины, каждое телевизионное выступление обязательно включает этот пункт. Москву надо задавить санкциями. Россия рухнет от санкций. В конечном итоге, какие санкции мы видим сегодня? Фактически закрытое небо Украины. Нет, самолеты могут летать, но на свой страх и риск. Страховые компании отменили страховку на территории Украины. И кто от этого пострадал? Против кого эти действия? Небо над Украиной остается открытым. Государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков. Со своей стороны государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиакомпаний. Кто поверит государственным гарантиям Украины? Кто-то будет рисковать дорогостоящими самолетами для того, чтобы сохранить имидж Киева? В обстановке информационного хаоса, который поразил не только Украину, но в гораздо большей степени Европу и США, ни один владелец авиакомпании не рискнет продолжать летать в украинском небе. А дальше мы видим ситуацию, образно называемую, как снежный ком. Бизнес начинает паниковать и старается вывести капитал из зоны риска. С каждым днем этот процесс ускоряется, и так еле стоящая на ногах экономика начинает падать. Вслед за ней падает и все остальное. Точно так же подействовали запреты на въезд россиян и белорусов, на выезд чиновников и депутатов. Люди видят, что от демократического государства ничего не осталось. То есть местные толстосумы начали всеми правдами и неправдами выводить капиталы за границу. А простым людям это сделать невозможно. Создается такое ощущение, что зеленая команда не уйдет, пока полностью не уничтожит страну. Я недавно прочитал в телеграм-канале Марии Захаровой очень правильные слова, созвучные моим мыслям. Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся. Уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию. Россия путает карты НАТО и США. Многие задаются вопросом о том, почему американцы не называют точной датой начала боевых действий. Вот этом точно виновата Россия. О том, что западные страны эвакуировали посольства и часть своих граждан из Украины, известно всем. Как и о том, что более 30 стран призвали своих граждан бежать из Украины любыми способами тоже. А вот о том, что предшествовало этому, уже подзабыли. Я об утке, которую комментировал министр Лавров. О том, что российские дипломаты спешно эвакуировали свои семьи из Киева. Мне лично было непонятно появление таких разговоров в западных СМИ. Оказалось, это было началом операции по большой дезинформации украинцев. Сегодня действительно часть наших дипломатических работников эвакуирована. Просто потому, что в обстановке хаоса сложно быть уверенным в безопасности российских граждан. Но в то время, когда эта утка была запущена, об этом даже речи не было. Наши сотрудники уехали, когда стали массово уезжать граждане других государств. Истерию и психоз в украинском обществе разжигают официальные лица США и Британии, а подыгрывают им западные СМИ. Именно из официальных источников идут сообщения о нападении на Украину. Парадокс. Но в Киеве отлично видят, кто занимается разжиганием истерии, но по каким-то причинам вновь и вновь говорят об агрессии России. Удивительно. Но когда 11 февраля президент Байден вдруг заявил в интервью телеканалу NBC, что рекомендует всем гражданам США эвакуироваться из Украины любым возможным способом, но лучше частным транспортом, это стало неожиданностью для всех. А когда к призыву присоединились Великобритания, Эстония, Чехия, Бельгия, Норвегия, Греция, Финляндия, ФРГ, Италия, Канада, Черногория, Швеция, Нидерланды, Северная Македония, Словения, Испания, Болгария, Алпания, Япония, Южная Корея, а также некоторые страны Ближнего Востока, это заявление превратилось в бомбу для паникеров. Практически это выглядит как повышение ставок до максимума. Идет большая геополитическая игра. Увы, для Украины в этой игре отведена роль жертвенного барашка. Нагнетание ситуации рассчитано на слабые нервы у кого-нибудь из участников. Получилась забавная ситуация. Отсутствие реакции России не позволяет указать точное время начала операции. При этом все прекрасно понимают, что тот путь, который был избран изначально активизация БД на Донбассе, уже блокирован Россией. Даже если это произойдет, Россия быстро предпримет очень серьезные меры и ликвидирует опасность для своих граждан. Есть ли выход из ситуации или война неизбежна? Колесо войны запущено. Остановить его вряд ли получится. А вот свести до минимума вполне. Войну на Украине могут остановить только украинцы. Вся эта история с нападением России и вся остальная мишура, которой она покрыта, затеяна совсем не ради Украины и украинцев. По большому счету Украина уже отработанный материал. НАТО и США он не интересен. Точно так же, как мало интересен нам. Помочь поможем, но разбираться должны сами украинцы. И выбирать будущее для себя тоже сами. Запад пытается всеми силами отвлечь Москву от главного вопроса, из-за которого закрутилась вся эта круговерть. От вопроса о безопасности в Европе. От взаимоотношений России и НАТО. Основные события могут начаться именно там. По крайней мере, ответов на свои вопросы, касающиеся именно НАТО на наших западных границах, мы не получили. Как ни парадоксально, по моему мнению, сегодня главное для украинцев вытерпеть и не начать резать друг друга. Главное остаться думающими людьми, несмотря на все противоречия, о которых я говорил в начале материала. Пена, которая никак не уляжется после Майдана, начинает спадать, начинает разбегаться. Нужно договариваться. После вчерашнего события, которое тоже многие восприняли как обыденность, у меня сложилось убеждение, что американцы вообще население Украины воспринимают на уровне бедуинов или других народов, живущих в прошлом. Как-то совпало интересно. В обед прекратили летать самолеты, а вечером привезли целый самолет стингеров. Понимают, кому дают такое вооружение. Опасность, как я думаю, для Украины кроется в другом. В любом населенном пункте есть множество объектов, диверсия на которых может унести много жизней и послужит толчком к эскалации. Необходимо максимально усилить охрану таких объектов. Александр Ставер Войну на Украине могут остановить только украинцы.